Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет мукбанг. Это у нас будут куриные крылышки. Здесь на самом деле очень много, я даже не уверена, что я это все съем. Скорее всего нет. Но я просто съем столько, сколько я хочу. В общем, как и всегда. Рецепт этих крылышек вы можете найти на моем кулинарном канале. Получились они очень-очень вкусные. Ссылку я оставлю вам в инфобоксе. Вы можете перейти и также приготовить такие же крылышки. Вообще, спасибо всем, кто подписывается на мой кулинарный канал. Он у меня растет прям нереально. Мне кажется, когда-нибудь мой кулинарный канал обгонит мой основной. Такие хорошие просмотры, такие хорошие отзывы. Мне в инстаграм отправляют девчонки то, что они приготовили. По моим рецептам, например. Реально очень приятно. Ссылку я оставлю в инфобоксе. Вы сможете перейти, подписаться. Может быть, приготовить такие же крылышки. Потому что получилось очень-очень вкусно. Они чем-то мне напоминают крылышки из KFC. Вообще, если сравнивать обычное мясо и куриное, я больше люблю куриное. Мне в зависимости от баранины или говядины, я предпочитаю курицу. Я даже подготовила соусы. Нету необходимости в соусах. Настолько вкусно. Сегодня еще ко мне должна прийти Фатя. И мы будем с ней снимать видео. Сначала я хотела, чтобы эти крылышки мы кушали вдвоем. Но, блин, я не могу ждать. Я не могу ждать так долго. Под прошлым видео одна девочка мне написала комментарий. Я сегодня целое утро угорала над этим комментарием. Она написала, ты кушаешь больше, чем мой муж. Кто-то пишет, что ты ешь больше, чем мой дед. Почему-то меня сравнивают с мужиками. Я не считаю, что я много ем. Прям так, знаете. В основном я ем, чтобы просто наесться. Я не переедаю. Иногда у меня бывают такие дни, вот я целый день ем, и у меня нету чувства, знаете, сытости. То есть я ем и хочу есть. Я ем и хочу. И вы еще часто спрашиваете, как я так? То есть ем и не поправляюсь. Я не знаю, как это получается. Потому что раньше я была склонная к полноте. Чуть-чуть мне стоило поесть, я сразу поправлялась. Потом как-то я взяла свою силу в кулак и решила похудеть. Без спорта вообще. Похудела на 13 килограмм. Причем за месяц. Почти голодала. И после этого, знаете, какой-то скачок у меня произошел в организме. То есть наоборот, я стала склонной к худобе. То есть стоило мне чуть-чуть уменьшить свой рацион, и я начала вот просто худеть. Мне все говорили, когда я сидела на этой диете, ой, диеты не помогают, только спортом можно похудеть. Ты потом в два раза больше наберешь. и так далее. Но я вам скажу, ничего подобного. Я похудела и не поправилась. Даже наоборот, стала склонной к худобе. Вообще сказать, что у меня прям такая сила воли, нет. Вообще по отношению к еде я очень слабохарактерная. Просто один раз была такая ситуация. Представляете, всю жизнь мама говорила, что кушай, кушай, кушай. Тебе нужно поправиться. Потому что я в детстве какая-то, знаете, неразвитая была. Очень маленькая была, хрупкая. Ничего не ела. А в переходном возрасте вдруг начала как-то поправляться. И мама начала мне делать замечания по поводу того, что я много ел. меня это жутко обижало. А как-то ночью, наверное, где-то было часов 12, мы сидели за столом, я как-то взяла тушенку и начала ее открывать. И тут подошел мой брат и такой, говорит, корова ест корову. Сколько можно, говорит, сжать-то уже жирная. Я начала плакать. И вот в тот день я себе обещала, что с завтрашнего дня я сажусь на диету. Я начинаю худеть. Я должна доказать брату, что корова не ест корову. Наверное, хорошо, что в тот момент он так грубо выразился. потому что, если бы не эта ситуация, я бы, наверное, весила где-то килограмм 70. Такой ветер на улице, прям пакеты летают. Как будто живу на свалке. Погода сегодня какая-то, знаете, мрачная. В последнее время постоянно такая погода. Немного даже напрягает. Вот. Кстати, это видео вы увидите прям сегодня. То есть я сейчас его сниму, сейчас же и смонтирую, и выложу. Надеюсь, что до 12 я успею. Раньше мне так тяжело было утром вставать, а сейчас время 7, и я уже все. Я встала, и я не могу дальше спать. Время уже 11, меня тянет к сну. Может, я старею, я не знаю. Но факт остается фактом. Так вот, что касается моего питания и фигуры, я согласна, может, я ем больше, чем мои подруги, например. Но почему-то я не поправляюсь. Это круто. потому что у меня нету силы воли, чтобы похудеть. Я не знаю, как я похудела тогда на 13 килограмм. Но сейчас я не могу устоять перед едой. Это не просто хобби, это часть моей жизни. Я получаю колоссальное удовольствие от приема пищи. особенно, еда любимая. я готовила из одного килограмма крылышек. Но учитывайте тот момент, что когда я только их приготовила, я три штуки прям сразу съела. Поэтому тут не килограмм. Чуть меньше, я думаю. И сразу я такая думаю, какое название придумать для видео, если здесь нет килограмма, что написать? 900 грамм или округлить? Вот вы пишите в комментариях, не мычи, как вкусно, да? Ну, прям хочется это сделать. Я не могу, прям хочется сказать, как вкусно. Потому что реально очень вкусно. вот идешь ты в KFC, думаешь, ешь ты какую-то гадость. Вкусно, но ешь. А в данном случае ты знаешь, что ты ешь полезную еду. Ну, может, не супер полезную, но домашнюю. И готовится прям в два счета. Видео вообще получилось прям короткое. Вообще, я стараюсь на iCookie все видео делать очень короткими. Почему, я могу объяснить. по идее, это для канала очень плохо, потому что средняя минута в просмотрах, она падает. Ну, в общем, там есть очень много тонкостей, которые я сейчас вам буду объяснять, и вы не поймете. Но я исхожу из себя. Иногда я смотрю кулинаров, например, мне нужен рецепт. И кулинар начинает рассказывать про историю этого, блюда. Не знаю, подробно, не знаю, тесто. Месяц, месяц, да, правильно. И прям до деталей все это показывает, рассказывает. Ну, зачем? Ну, и всем и так понятно. Если показать, как ты налепила два пельменя, мне кажется, это достаточно. Нет необходимости показывать, как ты налепила сто штук. Лишь бы видео было длиннее. Поэтому я стараюсь как можно короче делать видео. И, как я поняла, это людям нравится, потому что очень много людей подписываются, много просмотров. Я очень рада. колокольчик. Смемки. Смемки. Одна девочка под прошлым моим видео задала вопрос Вообще о русском языке в Азербайджане Много ли людей знают русский язык На каком месте он на уровне использования Я подумала, что такого вопроса вообще не было Давайте обсудим эту тему Я считаю, что русский язык Он идеальный, потому что я его знаю А английский Очень трудный язык Если так брать все население Мне кажется, трудно найти человека Который говорит только на азербайджанском языке Как минимум человек знает азербайджанский и турецкий Но это просто минимум Здесь большинство людей делится на Англоязычные и русскоязычные Я отношусь, наверное, скорее к русскоязычным Потому что, в принципе, я знаю английский Я могу выйти из положения Я понимаю все, что человек говорит Но все-таки, так как я его не использую В повседневной жизни Сколько бы я его не учила Он потихоньку у меня забывается Раньше в Азербайджане было больше русскоязычных людей Но сейчас большинство людей Отдают предпочтение Именно английскому языку Не русскому Даже детей отдают в английские секторы Нежели в русские Я не знаю, почему так происходит Но факт остается фактом Но я не жалею, что я училась в русском секторе Я единственное, что вам в прошлых видео говорила Я жалею, что в университет я не пошла на английский сектор То есть в школе я училась на русском Азербайджанский я и так, и так знаю Турецкий я узнаю из сериалов Потому что турецкий и азербайджанский Они похожи все-таки А в университете я бы изучала английский язык Не то, чтобы изучала Я прям экономику изучала бы на английском языке Я сдавала бы экзамены на английском языке И тогда бы я знала его в совершенстве Идеально Элементарно даже При выборе друзей Это немножко играет роль На самом деле У меня сейчас есть подруга Ее зовут Саадет И она учительница английского Училась в университете И она очень хорошо говорит по-английски Она знает азербайджанский язык Знает турецкий Но она абсолютно не знает русский И в этом плане мне немножко сложно Потому что когда я даже говорю на азербайджанском Я употребляю русские слова Например, идем, идем Я ей говорю, пошли Например, да И она не поняла Я говорю, let's go И она все То есть, хочешь, не хочешь Когда ты постоянно общаешься с людьми Которые знают и русский, и азербайджанский Тебе проще с ними Потому что Я такой человек Я не могу говорить на одном языке Вот на видео я стараюсь это делать Но в повседневной жизни У меня все языки перемешиваются Как бы это тупо не звучало Например, с Фати можно говорить на любом языке Она знает и русский, и азербайджанский, и английский Что бы ты ни сказала, она поймет Даже на резгинском скажешь Она по ситуации поймет Вот Но Кроме вот этой вот подруги У меня никогда не было практики с людьми Общения с людьми, которые Не знают русский язык При выборе друзей для меня это Очень важный фактор Ребята, мне кажется, я это все съем Даже надо еще будет пожарить Потому что очень вкусно Я даже не наелась Сегодня еще должна была снимать для вас влог Но сегодня я сняла два видео для Али Кука Сняла мукбанг Еще придет Фати, мы будем снимать Я решила, что Если я еще сегодня затею уборку То я ничего не успею Лучше всего я влог сниму завтра А выложу его, наверное, послезавтра Но будет влог насыщенный То есть не буду такие кусочки оттуда-отсюда Водичка Но если в день будет влог В тот же день обязательно еще и будет мукбанг Потому что есть люди Огромное количество людей Которые подписались на мой канал Чисто из-за мукбанга Также наконец-то приезжает моя подруга из Грузии Поэтому мы будем снимать с ней совместное видео Как вы помните, где-то месяца два назад Я вам говорила, что будет новая девочка Мы потом сняли с ней видео Потом я видела кучу плохих комментариев И решила это видео вообще не выставлять Так вот Видео, скорее всего, будет Где-то через недельку С новой девочкой Будет мукбанг Это ещё есть Я боюсь показаться какой-то обжорой, но я не наелась. Осталось 4 кусочка. И тут я вспоминаю, что я не сделала обложку. Блин, ну почему каждый раз, на лбу надо себе написать, на камере надо себе написать, что обложка. Вот вы знаете, вы кликайте на видео и там вот такая вот моя фотография, где я стою с курицей, ее же надо сначала сфотографировать, правильно? Мне нужно вот так вот встать и сделать обложку, а когда здесь сплошные кости, что фотографировать-то? Ладно ничего, приклеим. Я просила вас задавать вопросы мне в инстаграме. И там девчонки писали, сделай обложку. Память просто, как у рыбки. Самая любимая часть курицы – это крылышки. еще мне очень нравится горло. У нас всегда дома была война. Когда мама жарила картошку, ой, какую картошку, когда мама жарила курицу, мы с братом ругались, что кто будет кушать какую часть курицы. Никто не хотел кушать ножку, все хотели крылышки, горлышко. За горло вообще была нереальная драка. Драка не на жизнь, а на смерть. Всегда моему брату говорили, что она же младше тебя, умею вступать. И он такой говорил, что она младше меня на полтора года. Когда мне будет 100 лет, а я ей 99, вы тоже будете говорить, что она младше меня? Сейчас мы вспоминаем эти моменты и реально очень смешно. Я тут подготовила соус, тут из макдональдса кисло-сладкий соус. Думала, сейчас буду макать. Как он макать, они такие вкусные, их вообще никуда макать не надо, их просто в рот. Можно сразу несколько сразу. Такая гора костей, так смотришь, неужели это все я съела вот только что. Не докажете, не я съела, вот просто не докажете. Кстати, я вам расскажу одну историю, мы сидели за семейным ужином и папа позвал к нам своего друга, и он кушал и собирал кости на моей тарелке. Мне было 6 лет, но я запомнила на всю жизнь. И последний, пойду себе еще жарить. А у меня там пельмешки еще есть. Сейчас Фатя придет и мы будем снимать с ней челлендж 100 пельменей. То есть 50 у меня, 50 у нее. Кто съест больше? Такой спойлер сделала. Ну не факт, что именно видео будет такое. Может мы что-то там передумаем. Все. Как-то стыдно это признать. Не скажу, что прям я голодная сейчас, но не могу сказать, что я прям такая сытая. Сейчас пойду нарежу себе фруктики, съем еще что-нибудь. А вам я желаю приятного аппетита. Если вам интересно, как я приготовила такие классные вкусные крылышки, то обязательно заходите в инфобокс, подписывайтесь на мой канал iCook. Там все коротко в тему. Ставьте лайк. Я вас всех очень сильно люблю. Желаю вам приятного аппетита, удачного дня. Сейчас быстренько смонтирую и кину вам. Всем пока!